Всем доброе морозное, туманное утро, мои хорошие всем, огромный пламя на итальянский, чао! Я сегодня с утра прямо вся в бегах, представляете, проснулись, отвезла Никиту в школу, а потом вспомнила, ёлки-палки, мне же надо было в койс-туру, я же хотела с утра в койс-туру. Я ждала, когда будет плохая погода, такая дождливая или туманная, или очень холодная, чтобы было меньше народу, меньше было иностранцев. Потому что мне надо было в койс-туру узнать насчёт Никитиного вида на жительство, как вы знаете, ну, кто не знает. Когда в то время, когда умерла моя мама, я меняла, короче, мою карту вид на жительство, потому что... А, потому что я поменяла свой паспорт, загранпаспорт поменяла, мне надо было поменять вид на жительство. И они мне... они не могли понять, что мне дать, потому что Никите ещё не было 14 лет, но на той карте, на том виде на жительство он был... он ещё маленький. А сейчас он уже такой, ему уже почти 14, но ещё 14 лет ещё ему не было. А здесь, по закону, в Италии, ребёнок вписывается в вид на жительство мамин, но когда ему исполняется 14 лет, он уже должен иметь свой вид на жительство. И получается, что мне дали тогда, когда ему ещё не было 14 лет, мне дали мне отдельный вид на жительство и Никите отдельный вид на жительство. Но тогда они мне сказали, ну, когда ему исполнится 14 лет, вы придите и поменяйте вид на жительство для него. А я так посмотрела, на его документе написано, что... Вот видите, какой он тут большой. Еще не было ему 14, но он уже как взрослый парень, уже конкретно тут выглядит. А я посмотрела на его виде начальства, что написано, дата с каденцией, это как бы срок годности, безграничный, представляете. Я не могла понять. Вроде бы с одной стороны они мне сказали прийти поменять ему, сделать другой вид начальства, а с другой стороны, это ответственность, что они ему дали, он безграничный, ну как, безлимитный, как это сказать, навсегда, в общем, так сказать можно. И я вот ему месяц назад исполнилась 14 лет, и я пришла, вот сегодня приехала... А, короче, дальше расскажу, дальше. У меня уже все запотевает, я тут говорю, машина нагревается. Отвезла Никиту в школу, потом вспомнила, что мне надо в Куэст-туру. Быстренько домой приехала, быстренько переоделась. Надо было одеться посолиднее, чтобы там к тебе хорошо относились, потому что я заметила, что у нас в Куэст-туре лучше относятся к тем, кто солиднее одет, и к тем, кто с детьми маленькими. Вот так вот. И, короче, приехала я туда как раз к тому моменту, когда только-только открыли, только-только начали запускать людей. А там у нас коридор идет, получается, по улице, коридор, такой открытый коридор, чтобы пройти именно в здании. Они открыли, начали люди заходить. А потом, смотрю, начали люди выходить. Когда я уже вышла с машины, закрыла машину, хотела пойти сюда. Начали люди выходить, наоборот, оттуда. Опа, и закрыли дверь, я так не поняла. Они что, закрыли на все? А я спрашиваю, так откроют или нет? Да, откроют. А когда? Короче, дело в том, что у нас вот эта сырость, туман, и ночью у нас было минус 7, представляете? И вот эта вот вся влажность замерзла. И там, когда люди начали заходить, кто-то упал. Вот. И они поэтому всех выгнали, начали там чистить этот лед, начали чем-то посыпать. В общем, подождала я немножко, думала, ну ладно, фиг с ним, посмотрю, сколько придется ждать. Вот. Ну, а там на входе всегда стоит человек. Вот. И он смотрит, кому, куда, кому, что надо делать. Я помню, летом, когда мы были, не летом, а в мае, когда мы были там, в Куистое, там был именно такой мужичок, может быть, с меня возрастом, даже старше. И он такой был, такой раздражительный постоянно. Бум-бум-бум-бум. Но ко мне он более-менее нормально относился, потому что видишь, что я как бы девушка в расцвете сил, и как более-менее хорошо выгляжу, более-менее интеллигентная, спокойная, не как там всякие там марокинцы или еще кто. И он ко мне более-менее нормально, но все равно видно было, что он такой вот недовольный. А в этот раз я пришла, и там уже был другой, именно не охранник, а работник этой Куистое, полицейский. Вот. И он тоже все пропускал, кому что, кто по фамилии там в одну очередь, кто за билетиком в другую очередь, кому что вообще надо, спрашивал. Ну, я подошла, показала ему, Никитина вид на жительство, и спросила, что мне делать. Он говорит, можете спокойно еще жить с этим видом на жительство? Я говорю, боже, как хорошо, что мне не пришлось идти прямо саму Куистуру, чтобы стоять в ту очередь. Мне сам этот молодой, главное, был. Ему лет 30. Максимум, может быть, 35. Такой высокий, интересный мужичок. И он мне говорит, спокойно, можете еще жить с таким видом на жительство? Я говорю, хорошо, спасибо большое. Я говорю, ну, в мае у Никите надо будет менять загранпаспорт. Он говорит, ну, тогда-тогда, тебе всегда придется прийти и поменять снова вид на жительство. Но я уже не буду платить полную стоимость вида на жительство, я буду платить меньше там, какие-то проценты. Только марка Бола. Это как бы налог буду платить. По-моему, 16 евро, насколько я помню. Так что вообще такая лофа. А я думала, столько времени потеряю в Куистуре. И после Куистуры мне еще надо было в магазин приехать, купить надо. Вот я сейчас приехала в магазин, сразу куплю кое-что. И сегодня мне надо ехать за Никитой, забирать его после школы, потому что Никита мой чуть-чуть прихворал, у него нос плохо дышит. Еще и горло начало болеть. Но температуры нет, кашля нет. Я ему даю аспирин, в нос он брызгает, таблетки для горла он сосет. В общем, отвязала его в школу, я сегодня тоже назад заберу домой, чтобы он не ходил по этому холоду. У нас надо или что-то одно, или туман, или мороз. Потому что непонятно сегодня погода. Смотрите, мы как ежики в тумане. Видите, это у меня окно запотело. Но сейчас еще более-менее светло. А утром вообще было темно, и туман, и вообще, когда Никиту везла в школу, вообще невозможно было ехать. Ну, ладненько, я уже приехала. Тиграс, сейчас куплю что надо. Смотрите, даже в суперпарке-то плохо видно. Так, ну вот, включила на кухне свет, потому что у нас темновато. Сейчас я вам покажу. Шапку пока не буду снимать, потому что у меня после шапки всегда такие волосы наэлектризованные, вот так вот. Я как, как это, как называется, как одуванчик, да, вот становлюсь, вот такая вот. Так что пока не буду снимать. Сейчас покажу, что я купила, по-быстренькому. Так, купила снова такую фокаччу. Пусть она лежит в холодильнике. Как раз до пятницы у Никиты есть с собой, что брать для полдника. Есть такие маленькие фокаччи, что я взяла. А эту большую я ему даю на пятницу. А, хотя пятница у него, наверное, короткий день будет. Зачем я купила? Ну, ладно, пусть он уже будет в холодильнике, когда понадобится тогда. Потому что в пятницу последний день. У всех рабочий и школьный день. Потом Рождество, потом выходные, потом Рождество и всё такое. Вот. Но мой муж, я не знаю ещё, будет работать он в пятницу или нет, но мой Никита учится в пятницу, но он сказал, что у него вроде короткий день будет. Должны учиться до 3.20, а он будет учиться до 12.5. Вот так получается. Ну, ладно, пока что, пусть будет. Так, купила такой вот подарочек маленький. Ещё не знаю, ещё не придумала, кому. Кого первую увижу, Катюшу или Нусика подарю, или Давидику, или Ле. Вот такой вот подарочек, такой маленький, хорошенький. Надо было сразу два купить, что-то я не отдумалась. Ну, ладно, потом другой подарочек какой-то куплю именно для детей, потому что увидела. Такая вот, вроде бы как игрушка, но это не игрушка, это вообще копилочка, да. Думаю, пусть ему будет, пусть для монеток, пусть собирает ему, когда он подрастёт, тогда купит для него большое. Ну, тут ещё конфетки, ну, конфетки родителям, как говорится, а подарочек маленькому. Увидела, что-то так, захотелось купить такого сорёнка. Вот подарочек. Тоже распродают сейчас всё со скидками, чтобы успеть всё продать до Рождества. Все эти понетони, пандоры, всё со скидками. Так, ещё купила 3 таких больших помидора, ну, небольшие, конечно, средние. Вот. Потом купила снова такой шухой завтрак, какой мы обычно берём. Так. Так-так-так. Так-так-так. А, купила вот такие вот кусочки мяса. Я сегодня вечером буду делать мясное рагу, потому что Никита меня просил одно, но то, что он хотел, не было в магазине. Я купила вот такие вот баканчини, кусочки мяса. Мясное рагу он тоже очень любит, потому что у меня Никита, честно говоря, не всё подряд ест. Он не всю итальянскую кухню ест, ест и не всю нашу кухню ест. Поэтому я предпочитаю ему брать то, что он ест. А то, что он ест, все другие едят. Вот так получается. Тоже купила такую шоколадку, была со скидкой. Мы очень все любим такую шоколадку, именно такую с пупырышками, воздушную, такой шоколад. Была со скидкой. А я её сюда беру только когда со скидкой, потому что так она по себе дороговатая, а вот когда скидкой, я её постоянно беру. И взяла ещё вот такие вот помидорчики маленькие, мне нравятся. Но это не черри, это пикадилли. Именно большие помидоры для амбургеров Никите я делаю, а маленькие помидоры для салата, они очень вкусные. Вот такие вот всё. А это нам дали, это нам, мне сейчас дали вот такой вот очередной журнал. Каждый месяц выпускают журналы таких вот во многих супермаркетах, каждый месяц такие журналы. Вот, и тут всякие рецепты, вот именно рецепты для Рождества, для Нового года разные, тут статьи очень хорошие. Бесплатно дали очередной журнал. Именно бесплатно дают тем, у кого есть вот такая вот карточка супермаркета, по которой дают скидки. А это ещё дали такой календарь, тоже на следующий год, именно с этого супермаркета. Тоже бесплатно вот такие вот календарики дают разные. А, тут ещё есть эти самые рецепты, на каждом месяце какой-то рецепт. Чизкейк с манукой. Что такое манукой? С мёдом и манукой. Манукой. А ну скажите мне, что... А, манукой. Ну вот здесь вот на лампоне, здесь малина, видите, вот это вот малина тут. А, написано манука. Потому что на итальянском... А-а-а, это... Манука, это называется мёд такой, специально мёд называется манука. Всё, понятно. Манука. Вот тут много разных нёки с пестой и с рукколой. Видите? Какая красота. Прямо аж слюнки текут. Может, я уже голодная? Ну, ладненько. В общем, вот такие вот ещё подарочки получила, очередной журнал и календарь. Всё, вот такие вот покупки. Можно расслабиться, можно переодеться, заниматься домашними делами. Я, может, сказала, как вчера в городе, вы видели, как вчера в городе очень красиво у нас украсили. Мне Ленусик написала, из Визжевна подружка, что... Что такое, что случилось? В Италии кризис прошёл, что ли, что... Очень много... Ещё больше... Короче, начали украшать все города. Ну, может быть, не все, не знаю, но многие. Ещё больше начали украшать. И я вчера прогулялась, поехала сама на разведку прогуляться. Я как увидела, ну, вы видели. Я, конечно, быстрым шагом ходила, но где надо, я притормаживала, чтобы заснять вам, да, немножко. Ну, такая красота. И там несколько таких мест было, что я засекла, чтобы сделать селфи. Но я сама не могу сделать селфи, потому что у меня нет палки селфи. Я свою палку селфи подарила Кате. И мне надо сейчас купить, найти очередную палку селфи, вот, чтобы могла сама себя фотографировать. Ну, я сказала мужу, говорю, если хочешь, пойдём вместе гулять уже сегодня, потому что обычно он уставший. Но вчера он был недоволен, что я сама пошла. Ну, блин, если ты уставший, а что я должна сидеть дома, как на переезде, как собачка, или что, как в тюрьме, блин? Они не хотят, и я должна никуда выходить. Ревну, не ревну, я тоже жить хочу, ёлки-палки. Я говорю, хочешь, не хочешь меня отпускать одну, уставший, не уставший, идём. Я тебя не заставляю быстро в штабах ходить, идём прогуляемся, хоть посмотреть. Действительно, это тоже как город украшен, как красиво. И вот, меня сфоткай, как говорится, вот он меня будет фотографировать. Дай Бог, посмотрим. Пойдём и сегодня вечером, и завтра вечером, потому что, видите, сегодня какая погода туманная. Что толку идти в город, если туман, и ничего видно не будет. Вот вчера, когда я гуляла, была такая яркая погода, были видны эти все гирлянды, а сегодня туман, ну не знаю, пройдёт, не пройдёт, туда мы в общем туман, посмотрим. Если не сегодня, то завтра пойдём, в общем, в город вечером прогуляться. Всё, пошла я переодеваться. Заболталась, что в машине заболталась, что в водой кухне заболталась. Бывает. Хотела показать вам, если вы что-то увидите, вот смотрите, что у нас творится. Да, это вам не туманный альбион, это вам не Англия, это север Италии, не знаю, как на юге, или в середине, а вот у нас на севере Италии, осенью и зимой, это частое явление, вот такие вот туманы. Представляете? Вот смотрите, какие прикольные козюльки висят. Это вот эти вот, которые летающие козявки, понацеплялись, и вот они были мокрые, и замёрзли, и смотрите, что творится на антеннах. Как паутины, такие, а это козюльки летающие. Паутина, короче, летающая такая какая-то. Видите, всё. А вот, о, ты прилетел, а, это ворона, это не мои голуби. Я тут принесла хлебушек на крышу, сейчас на снованных на крышу, подкарливый, потому что они бедные. Парочка постоянно прилетает ко мне. Это не голуби, это, как это, не горлицы, которые воркуют. Это ты, нет, а нет, это ворона. Я ворона, ты ворона. Тан-тан-тан-тан. как холодно, сыро. Сыро. Ладно, сейчас покрошу и домой. Смотрите, я тут просматриваю новый журнал, что мне дали в супермаркете сегодня, и на главной странице сухие фрукты, фруктосека. Ну, хотя, это не сухие фрукты, это, в принципе, все орешки. Видите? Бабу, не бабу, это арахис, это, по-моему, лесной орех, или туда сорти. Вот это лесной орех. Это фисташки, по-моему, а это миндаль. Да, представляете? И смотрите, что тут сделали. Рождественский такой домик, и весь обсыпанный орешками. А эти палочки, а, это, как она, как она, корица, корица, по-моему, вот эти палочки. Все так миленько. Решила отдохнуть немножко после обеда и просмотреть журнал, всякие рецепты тут. Где, какие праздники, кстати, будут, сейчас посмотрим. Вот так пропустила. Я помнила, что у нас должен было быть это событие, но я пропустила. Было 9 ноября в Наваре. Была пробежка этих Санта-Клаусов, елки-палки, а я уже пропустила, блин. Видите, тут во всех городах, во всех селах, где, что происходит. Рождественский базар, рождественский концерт, выставка Ясли Иисуса на воде, почему-то здесь праздник Бифаны будет 6 января и все такое. Так что, очень много всего, каких-то разных праздников. А, тут еще одна, одной страницы. Да, в Наваре очень редко, когда что-то происходит. Ну, это же Навара, елки-палки. Помните эту песню? Вау, вообще, я так люблю слушать именно радио ностальжи, вообще, там такие классные песни наших, нет, не наши, к сожалению, наших не включают, но зато зарубежные часто можно услышать, как итальянские, как и других стран. К сожалению, русских не, ностальгических не включает. Ну, что теперь делать? Ну, все равно, кайфую в машине, пока жду. Так, чувствую, сегодня вечером не поедем гулять в город, потому что туман у нас не рассеивается, нифига не видно, мы все целый день как ежики в тумане. Сейчас у нас не минусовая температура, сейчас у нас где-то плюс два, но такая сырость прямо аж невозможна. Ну, я шапку уже не одела, если что, капюшон накидываю на себя, хотя волосы чистые были, да, с утра, и уже вот кученька, будто они уже прилизанные коровой. Ну, ладно, сегодня вечером снова не увидим красиво, как в городе, ну, зато дома полюбуемся своими огонечками. Все, мои хорошие, до новых видео встреч, до завтра. Чао-чао. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»